всем привет мои дорогие друзья добро пожаловать ко мне на канал с вами Аня у меня на канале вы найдете очень много распаковок посылок с сайта aliexpress если вы еще не подписаны обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить мою очередную распаковку посылок также оставлю свой инстаграм заходите смотрите я тоже там делаю обзоры на товары с aliexpress а сегодня у меня будет распаковка и обзор робот-пылесоса марки fmart er 550vs робот-пылесос этот пришел ко мне в фирменной желтой коробочке курьер перенес на дом есть доставка из россии данный пылесос имеет функцию влажной уборки у него в комплекте идет контейнер для воды тряпочки так что этот пылесос может вам делать не только сухую уборку но и влажную смотрите видео до конца я постараюсь показать вам подробно как работает этот пылесос показать его характеристики и познакомить поближе с ним что давайте начнем пылесос вот в такой фирменной желтой коробке как видите она здесь запечатана а есть доставка из россии посылка мне пришла быстро около наверное пяти дней курьер принес посылку на дом то вот так вот все аккуратненько разложено все по своим пакетикам давайте посмотрим что у нас комплекте идет комплекте идет две тряпочки для мытья полов это пылесос идет с функцией мытья полов адаптер это у нас зарядная док-станция где пылесос будет заряжаться как видите все заклеено пленочками здесь имеется силиконовый нож ножки чтобы уверенно стояла на полу док-станция и не скользила также в комплекте имеется пульт управления я чуть позже покажу как им управлять четыре дополнительных щетки сразу скажу что этот пылесос не имеет турбо щетки так это у нас щетка для того чтобы чистить фильтр и контейнер от пыли грязи дополнительный фильтр даже в комплекте лиза батарейки для пульта инструкция достаточно толстая большая здорово что здесь в инструкции есть на русском языке так что труда не составит не составит разобраться как этот пылесос работает а в этой книжечке у нас имеется qr-код мы его устанавливаем приложение и по и используем приложение в качестве управления пылесоса вот выглядит наш пылесос как видите он весь обклеен пленочкой давайте с вами отклеим корпус пылесоса выполнен из пластика белого цвета на верхней панели аппарата в центре находится крышка мусорного отсека нажатием который мы открываем наш отсек достали контейнер все очень легко и просто высыпали мусор зак и ставили назад закрыли впереди находится сенсорной кнопки управления и индикатор отображающий состояние прибора боковая поверхность представлена бампером под бампером в которой встроены датчики определяющие препятствия пылесос красиво очень глянцевый блеск у него глянцевый пластик как рассказала здесь сенсорной кнопки на хотя чуть позже включу подкажу все и снизу выполнен он вот такие вот образом сюда мы одеваем наши насадки одевается они очень легко просто со щелчу одеваем и защелкиваем об и все это у нас датчики которые должны когда на док станцию приедет пылесос вот с этими датчиками он должен на них наехать и зарядка пошла пылесоса как я сказал здесь нет turbo щетки колесики как видите они у нас амортизируют то есть этот пылесос может спокойно заехать на ковер кнопка включения выключения и вот это вот у нас контейнер куда мы наливаем нашу воду одеваем тряпочку здесь у нас имеются липучки и пылесос у нас будет выполнять влажную уборку тоже все очень легко одевается защелкивается заряжается пылесос у нас около четырех шести часов работает полтора два часа я включила пылесос как видите экран загорелся кнопочки сенсорные загорелись кнопочка план это у нас плановая уборка включение режима выставления времени spot это у нас уборка на одном месте по кругу клин автоматический режим если она загорается эта кнопочка где нарисовано мусорное виду это значит полный контейнер и кнопочка home это заканчивается зарядкой пылесос переключился в режим поиска базы и вот тут вот у нас находится мониторчик который показывает ошибки и таймер для плановой уборки интересная функция пылесос имеет это функция уборка про списание то есть вы выставляется время на экране пылесосы и он каждый день начинает уборку в то время в которое вы указали когда пылесос разряжается он сам едет базу и начинает заряжаться пылесосом вы можете управлять и пультом и телефоном предварительно скачав приложение qr-код имеется на самом пылесосе но мне больше нравится управлять пылесосом вручную имея 4 режима уборки это план чистить возле стен и углов убирается хорошо за счет боковых щеточек режим spot это интенсивная уборка круговыми движениями но тут я могу сказать что пылесос немного шалит при нажатии кнопки spot пылесос начинает убирать круговыми движениями только до того как он не ударится после этого начинает работать в нормальном ну то есть в обычном режиме минус один этого пылесоса режим clean это на обычный нормальный режим пылесос работает в хаотичном порядке иногда меняет функции сам по себе вычищает углы стены иногда круговыми движениями убирает на ковер с большим ворсом он не залазит в детской комнате там у нас ковер невысок он спокойно него залазит и чистит и функция home когда пылесос отправляется на док станцию заряжаться весь мусор который собрал пылесос находится в контейнере внутри пылесоса вы его аккуратно достаете очищаете щеточка и вставляете назад ваш пылесос а также этот пылесос очень легко забирается на ковры но понятное дело что он вычистить их не вычистит но верхнюю пыль грязь он соберет и пылесос не повредит вашу мебель так как передняя часть ее амортизируется также имеются датчики благодаря которым пылесос анализирует высоту что чтобы пылесос не упал ну и как я уже говорила имеется функция мытья полов в комплекте идет контейнер куда мы заливаем воду одеваем тряпочку и пылесос начинает помимо того что пылесосите делать влажную уборку если пылесос выдал какую-либо ошибку то его нужно включить и выключить чтобы перезагрузить так сказано в инструкции и хочу добавить что не оставляйте пылесос долго на зарядке если уезжаете то лучше выключите сети иначе аккумулятор может полететь в инструкции кстати про это указано вот я пультом управляю вперед назад поворот право поворот влево ну и теперь нажмем кнопку clean уборка и вот он без проблем залезает на ковер но ковер этот тонкий если у вас ковер с толстым ворсом он не сможет залезть нажимаем кнопку по кругу он будет вот тут вот кнопочка круговый он будет по кругу убирать эта кнопочка у нас возле стен и углов включила по кругу и он в центре комнаты сейчас будет по кругу убирать это режим spot мой обзор подошел к концу надеюсь видео вам понравилось и вы поддержите меня лайк мне будет очень очень приятно ну а если у вас остались вопросы обязательно задавайте пишите в комментариях я с спокойно на них отвечу я вам желаю хорошего дня замечательное настроение всем пока пока до новых встреч удачи